Но лучше всего сказать, просто человек, познавший себя и привернувшийся к своему естественному состоянию. Замечательная, прекрасная красавица Лаврова Светлана. Представляю вам ее. Все, Светлана, твой выход. Спасибо огромное. Спасибо, ребят, что пригласили. Сегодня из такого прекрасного места будем вести эфир. У нас в Сочи, в Лоу, начался еще один ретрит. Ретрит по раскрыванию себя. И у нас мы сегодня с вами проведем эфирчик и попросим нашего великолепного шамана сыграть на такой инструменте. И глюкофоны у нас здесь разные, и шаманский бубен. То есть у нас здесь вообще полный. Чтобы нам немножечко так захотелось вам к нам приехать, и чтобы в июне, 17 июня, вы точно уже были с нами. А у меня попросили тему раскрыть сегодня. Тема про срывы. Почему столько срывов, почему, как не посмотришь какой-нибудь ролик от всех уважаемых автономов, да? У нас это становится все больше и больше, которые все больше о себе заявляют на просторах интернета. И вот как-то вот рассказывают так, да, что не все, давайте не все, вот некоторые люди рассказывают, что вот в автономии все так замечательно, что сил прибавляется, кожа улучшается, желания исполняются, люди меняются, климат улучшается, воздух очищается. Но, в общем, все-все-все так замечательно, все так шикарно, и вдруг они раз и выходят опять на еду. Вот как так получается, что все здорово и со здоровьем хорошо все, и с любимыми людьми все хорошо, и мир во всем мире, и цветочки цветочные цветут, а на еду все равно выскакивают. Вот как так получается, мне все время задают вопрос, почему вот так вот, почему вот у автономов так все хорошо, и в то же время постоянно они сидят на еде, и максимум, что могут, это определенное какое-то количество времени оставаться без еды, и потом все равно они начинают есть. Ну, я вам уже, как несколько раз говорила о том, что я за всех ответить не могу, и не хочу, нет никакого желания, я могу вам только рассказать про себя. И я об этом говорю постоянно, рассказываю про себя, и могу сказать такое, что как у меня происходили процессы, то есть у меня не было такого, что у меня было все хорошо, что у меня было все замечательно, что у меня наступала такая легкость во всем теле, что у меня было все замечательно, и погода была именно такая, какая мне нравилась, и желания у меня все исполнялись, и есть я не хотела, и на еду я не выходила, если выходила, то не знаю там по каким причинам. Нет, нет, у меня все было не так, у меня все было в сравнении, то есть я могу вам сказать, как у меня было по отношению к самой себе. Я уже несколько раз говорила, что у меня было несколько заходов, это было и два месяца, и три месяца, и четыре месяца, и вот сейчас вот на сегодняшний день это год с копейками. И почему я выходила? То есть понятно, что когда я заходила на сухие дни, я их так назову, наверное, автономия, автономный человек, наверное, становится после того, когда он не спит, не ест и не пьет, ну, как минимум, наверное, три года. Поэтому, когда он начинает быть независим не только от еды, не только от сна, но и от тех внешних факторов, которые просто летают везде. То есть машины ездят, воздух у нас чище не становится. То есть у нас нет же такого, что для всех людей воздух загрязненный, автоном идет, и у него нимб, и он весь в чистом пространстве, в стерильном. Нет. И именно поэтому, что когда люди называют себя автономами, когда они не кушают там три-четыре дня и говорят, что вот мы автономы, или говорят, что вот мы все с рождения автономы. Но мы все с рождения, наверное, и волшебники, и боги, и все на свете, но все-таки, наверное, поговорим о том факторе, который многих интересует. Почему? Если так хорошо, почему все время выходим на еду? И я могу сказать о себе, что да, у меня были улучшения, когда я убирала еду и жидкость, но улучшения были по сравнению с чем? Я рассказывала, что когда я зашла на свои первые длительные сухие дни, это было 9 дней подряд, для меня это был первый мой рекорд. Я зашла тогда, когда от меня отказались в первый раз врачи, и у меня не оставалось никакой другой возможности, то есть я понимала, что я либо меня не будет, либо мне что-то нужно делать. И, конечно, на фоне этого, после того, как я не могла дойти даже до туалета, потому что я задыхалась, конечно же, когда я смогла дышать, когда я вышла на эти 9 дней, то на фоне того, что я вообще не могла дышать, для меня это была просто какая-то сказка, для меня это была песня. И я начала ходить, я начала гулять, я начала ходить быстрым шагом, и для меня это было огромное достижение. Но у меня не было таких процессов, которые я бы могла рассказать, что там вот я несколько дней не кушаю, и я могу там два грузовых состава за час разгрузить, а потом загрузить обратно. У меня не было таких процессов, у меня не было таких процессов, которые, как многие говорят, что вот у меня все по умановению волшебной палочки, начинают сбываться практически любые желания, осуществляться то задуманное, что я хотела. У меня тоже не было этого. То есть у меня начали происходить вещи со мной, которые начали сбываться, какие-то задуманные мной желания, потребности, только после того, когда я четко начала прочувствовать, что мне нужно. Когда я начала возвращаться к себе, когда я начала быть честной перед самой собой, когда я уже откинула те социальные нормы, те социальные установки, те социальные желания, которые мне были навязаны в определенный период моей жизни. То есть нужно одеваться вот так вот, чтобы выглядеть вот так вот, нужно ездить на такой машине, чтобы у тебя был какой-то статус, нужно разговаривать вот так вот, нужно там жить вот здесь, нужно работать вот с теми, чтобы делать то-то, то-то. Когда я начала возвращаться к себе, я начала понимать, что нужно мне. А когда мы знаем свои истинные желания, то они у нас не могут не сбываться. Наши желания не сбываются только лишь потому, что это не наши желания. Они не сбываются только лишь потому, что это те навязанные нам критерии кого-либо. Мы не хотим их истинно, мы не хотим их всей душой, мы просто их хотим для достижения чего-либо, для достижения какой-либо галочки. И мы с вами уже говорили о том, что мы очень любим все время себе ставить какие-то метки, то есть точка А, точка Б. Вот я сейчас такой, вот у меня в точке А, мы любим себя фотографировать, как я выгляжу, что я знаю, что у меня есть на данном этапе пути. И потом мы начинаем себе ставить точку Б, куда мы хотим прийти и как мы должны выглядеть. И мы настолько поглощены вот этим процессом, когда мы идем в точку Б, что мы не видим вот этого самого процесса, когда мы живем. У нас теряется, у нас теряется жизнь. То есть мы видим себя, каким мы были, и мы видим таким, каким мы должны быть. И когда мы доходим до точки Б, если мы доходим, то у нас наступает вот эта вот эйфория буквально там на какое-то непродолжительное количество времени. А почему? Потому что мы жизни-то не увидели, мы дошли до нее, мы получили свой заряд адреналина. И мы дальше не можем себя заставить жить, потому что мы не умеем это делать. Нам нужно ставить следующую цель. И только достигая следующей цели, мы начинаем хватать вот этот вот минимальный заряд вот этой вот нашей внутренней какой-то бодрости и внутреннего признания самого себя. Что да, вау, я дошел, я такой молодец, вот похвалите меня, я сам себя еще похвалю, что я такой вот герой, я все-таки дошел, я сделал то, что я запланировал, я сделал то, что я хотел, и все так замечательно получилось. То есть, но так как это не совсем наше желание, так как мы не поняли вот этого процесса, а зачем я вообще сюда шел, я сюда шел, чтобы просто получить вот это, и тогда наша жизнь постепенно, она с каждым годом, она становится все тусклее и тусклее. То есть, мы уже понимаем, что как бы мы не испытываем вот от этих вот каких-то материальных там или моральных точек Б такого удовлетворения, как бы нам хотелось. И мы не можем понять, а почему мы не испытываем удовлетворение. А удовлетворение мы не испытываем, потому что мы не живем, у нас процесса жизни нет, у нас есть только процесс получения. Вот мы идем до этой точки Б, у нас уже пена изо рта, мы все уже упопались, мы не видели, как мы шли, что мы делали, что вокруг нас происходило. И многие, наверное, замечали, когда их бабушки, дедушки, когда вот садились уже в старости, и у меня вот было несколько таких случаев, когда мне говорили, вот жизнь прожила, говорит, а ничего не видела. Что, говорит, мне, говорит, вспомнить особо нечего. И есть такая хорошая практика, рефлексия, да, то, что мы сейчас в закрытом клубе с ребятами проходим, когда мы начинаем отматывать с вечера до утра, что было с нами с вечера до утра. То есть вот сейчас я лег спать, до этого я там сходил в душ, до того, как я сходил в душ, я там приехал с работы. И вот так вот до утра мы проматываем. И когда мы начинаем проматывать вот это свое состояние, мы начинаем вспоминать, что мы вообще этот день прожили. Потому что очень часто у нас бывает такое, что мы легли и думаем, о, а день-то пролетел, и мы ничего даже из него не можем, никакое чувствование даже вытащить, никакую эмоцию даже увидеть или кому-то ее передать. Потому что мы сами не замечаем, как этот день прошел. Он просто прошел, потому что он просто был. И наша жизнь, это я вам говорю по одному дню. Точно так же мы, если будем, мы даже день не всегда можем вспомнить, что мы делали. У нас выпадывают просто часы, куски выпадают, вываливаются из нашего жизненного какого-то процесса, потому что мы думаем, ой, а что я делал с такого-то времени по такое. И начинаем вспоминать. Мы настолько неосознанно живем свою жизнь, что нам даже сложно вспомнить, что было несколько часов назад. А представляете, если мы будем неделю отматывать, если будем месяц отматывать, года. У нас просто огромные пласты нашего жизненного пути, которые даже нами не проживались, а просто пролетали на забытье. Потому что мы даже не хотели о них думать, потому как шли к какой-то своей цели, к точке Б, чтобы получить вот это вот мимолетное признание как минимум самого себя. Мы даже не видим, что мы настолько себя обесцениваем, почему мы хотим всегда получить признание. Потому что мы обесцениваем себя просто в ноль. Мы не ценим себя в каждом пути, в каждом шаге нашего становления, в каждом шаге нашего мгновения, того, что мы проходим. Мы все время себя начинаем ценить только после того, как мы добились чего-то, какой-то определенной цели. Это может быть материальное, это может быть духовное, это может быть моральное какая-то эпостасия. Не важно, что это будет. Это некомфортно, может, не забыть. Но это как раз говорит о том процессе, когда мы очень, когда мы впадаем из жизни и не видим этого всего. И как раз вот, когда мы говорим о теме срывы, это, наверное, тоже все про это. Потому что мы не видим самого процесса, а для чего нам вообще эта автономная жизнь. То есть мы идем, кто-то идет, чтобы выделиться, кто-то идет, чтобы исцелиться от каких-то заболеваний, кто-то идет для того, чтобы познать какие-то, ну, что-то такое, что у него не познано. Но очень многие люди, мне это же начинают писать, они разочаровываются. То есть они говорят, вот сегодня у меня тоже был марафон закрытый. И мне человек говорит, ну, как, говорит, ну, все говорят, что у них все так хорошо, у них бодрость появляется, еще что-то появляется. Вот у меня такой сегодня день сухого по счету такой. И я чувствую себя, вот, говорит, как разбитая корыта. Он говорит, что-то со мной не так. И когда некоторые не начинают рассказывать, что с ними происходит, у нас создается ложное впечатление. Это естественный процесс, когда мы идем в автономию, естественный процесс, когда мы идем, и у нас происходят какие-то определенные вещи, определенные спады настроения, подъем настроения, когда нас начинает что-то раздражать, когда включаются те раздражители, которых мы не замечали на обычном своем жизненном пути. И процесс, вот, идти к тому моменту, когда ты можешь не есть, не пить и не спать, это же не просто прийти к точке «Б», чтобы это сделать, а это тебя настолько захватывает, если ты к этому идешь, то тебя хочешь, не хочешь, захватывает этот процесс, и ты начинаешь чувствовать каждый момент. Ты начинаешь чувствовать слабость. Ты на каких-то определенных этапах, это, как правило, после шести дней, ты начинаешь чувствовать боли. Ты начинаешь чувствовать еще какие-то ощущения. И когда я вот слушала нескольких людей, они говорили, ой, у меня вот там так слух улучшился, нюх стал более острым, зрение такое я начала видеть там вдалеке, там чуть ли не как кошка. Ну, это, наверное, здорово, если так происходило. У меня происходило немножечко по-другому. Я… Славочка, привет. Я вообще думала на каком-то этапе, что я с ума сойду. Когда у меня были 4 месяца сухих, почему я вышла с сухих дней? Может быть, это никто не говорит, может быть, у кого-то было не так. Но у меня было по-другому, когда у тебя обостряется нюх, и ты чувствуешь, стоишь вечером с человеком, разговариваешь, и ты чувствуешь, что он поел на завтрак. Ты чувствуешь, как у него пахнут ноги, которые там одеты, я не знаю, в 23 слоя валенок. И тебе все равно это все бросает в нос. И ты понимаешь, что ты, разговаривая с человеком, ты даже не можешь отодвинуть этот запах куда-нибудь, потому что он тебя просто начинает поглощать. Ты начинаешь слышать те вещи, которые раньше бы никогда не услышал. Ты начинаешь слышать, когда там, не знаю, там в конце улицы идет кошка, а тебе кажется, что идет слон. Когда там, не знаю, там летает муха, а тебе кажется, что над тобой какой-то бой пролетает. Когда там божья коровка рядом где-то ползает, а ты слышишь там шкварк, 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 вот эти вот. И эти звуки, они настолько тебя начинают тын-тын-тын долбить, что тебе кажется, что еще чуть-чуть, и у тебя голова просто, она взорвется. Запахи, звуки, зрение, когда обостряется. И вот это тот процесс, когда я на этапе 4 месяцев, я с ним справиться не смогла. Я думала, что я вообще попаду в дурку. Я думала, что я не смогу с этим справиться. Потому что это настолько обостренное. Это не розовые бабочки. Это нет такого, что там волшебство волшебное. Чтобы оно пришло к волшебству волшебному, ты должен этот период суметь урегулировать в самом себе. И это, чтобы урегулировать, это нужно сначала понять, как это сделать, а потом это еще и применить. У тебя микрофон отключился, Лана. А как давно? Только что. Я сейчас, наверное, уберу. Надо убрать у всех организаторов. Кто-то, может, случайно нажал. Нужно. Вот. И ты как бы понимаешь, что либо ты с ума сойдешь, либо ты научишься этим процессом руководить, но тебе нужно помимо того, чтобы научиться им руководить, тебе нужно понять вообще, что за процессы с тобой происходят, как их можно выстроить в какой-то более или менее в таком процессе, в который ты будешь понимать, что с этим делать. А потом тебе нужно еще привести этот механизм в действие, как с этим быть и как с этим жить. И вот если ты этого не ощутил, не узнал и не понял, то жизнь без еды и без воды, но для меня это была бы невозможна, потому что вот с этим совсем жить, когда ты видишь, слышишь и чувствуешь вообще все, что с тобой происходит, каждое мгновение, неважно, ночь это, день это, насколько ты далеко, простыл ты, не простыл. И вот эти вот все процессы, они настолько яркие, настолько глубокие, что с ними справиться очень сложно. Вот как раз после четвертого месяца, когда я вышла на еду, у меня был срыв именно из-за этого, потому что я не понимала, что делать с этим, я не понимала, как с этим дальше жить, как это отрегулировать и что вообще со мной происходит, неужели это вообще продлится всю мою жизнь и как я буду с этим существовать. И это, я вам сказала, только маленькую часть того, что происходит, это только в голове. Я вам даже не рассказываю то, что происходит вообще с телом, что оно, какие процессы вообще с ним происходят. И для меня, кажется, это то, что почему я срывалась. То есть я не могла в себе понять те процессы, не могла их урегулировать и не могла их сразу же, единомоментно прожить так, чтобы они были моими союзниками, моими помощниками, а не наоборот. Поэтому, когда идут речи о том, что когда ты выходишь на сухие дни и у тебя все так замечательно складывается, что ты весь такой становишься воздушный, пукаешь розовыми бабочками и все вокруг тебя поют и все с нимбами ходят. Не знаю, у меня это было не так и я не видела, я лично не встречала такого человека, который бы сказал мне, что вот я столько-то времени не ем и у меня вот так вот все замечательно. Я общаюсь с несколькими людьми, которые разный период времени не кушают и не пьют и не спят. Это больше трех лет. И у всех были свои процессы и достаточно такие непростые. Поэтому, когда я слышу, что говорят, что вот все так замечательно, все так просто, пошли со мной, это, наверное, все-таки как обесценивание идет. То есть человек тебе верит, верит по каким-то причинам, потому что ты ему симпатизируешь, потому что на тебя приятно смотреть, потому что ты как-то правильно или красиво говоришь. Он идет за тобой, и когда он видит, что с ним происходит, не те процессы, когда у него не открываются, когда он не становится волшебником, когда он не чувствует себя Богом, когда он понимает, что у него начинает тело просто разваливаться все. И он понимает, что, ну, наверное, либо автономия не существует, автономия, праноедение, там, неедение, хоть как назовите, либо с ним что-то не то. И он либо в одном, либо в другом разочаровывается. И мне кажется, что это, наверное, не всегда правильно. Если бы мы по-честному говорили, что с нами происходит, то, наверное, больше бы людей, которые смогли бы как минимум исцелиться. И вот у меня сейчас есть чат в телеграм-канале, он абсолютно бесплатный, и мы там делимся только своим опытом. Мы туда не загружаем никакие ролики, мы не рассказываем про соседа соседского. Мы рассказываем только про свой опыт, который есть у нас. И когда мы начинаем рассказывать только про свой опыт, мы видим, что какие этапы на нашем становлении к какому-либо сроку неедения. И мне еще не написал ни один человек, который бы сказал, не написал в этом чате ни один человек, который бы сказал, вот я на сегодняшний день, вот уже 105-й день, без еды и без жидкости, и мне вообще замечательно, но у меня ничего не было, у меня все классно, энергии куча, не сплю, все моменты решаю, вспомнил 28 языков, на которых разговаривал в прошлой жизни, и все замечательно. Нет у меня таких людей в чате. У меня все обычные люди, которые идут со своими процессами. И когда мы говорим про срывы, это, видимо, мы говорим как раз о тех людях, которые идут на какую-то сказочную, мифическую, сказочно-мифическое состояние неедения, и когда они не могут с этим справиться, у них и случается вот этот вот срыв. Когда ты идешь в истинности себя, когда ты понимаешь, на каком этапе, что происходит с твоим телом, как это можно облегчить, чем это можно облегчить, то тогда у тебя происходит не срыв, тогда у тебя происходит выход на еду, на который ты можешь отрефлексировать то, что с тобой происходило без еды, и после этого идти дальше. И тогда это будет не срыв, это будет твой шаг вперед. Вот, ребят. Светлана, доброй ночи. Так, Танечка, у меня срыв из-за того, что трудно было дышать. Как справиться с дыханием? Ну, Тань, нужно, наверное, сказать, у тебя вообще, ты обычный человек, ты асматик, ты сердечник, потому что это тоже очень важно. И тогда я уже, наверное, как-то могу более или менее тебе сказать, что с этим делать. Что за чат? Ой, Слав, я тебе дам ссылку. В Телеграме «Школа автономии». Просто набирай «Школа автономии» и там этот чат. Я тебе ссылку дам, если захочешь, присоединяйся. Либо просто в Телеграме набирайте в поисковике «Школа автономии», и он там как раз выскакивает. И как раз «Автополстар» под всеми видео, по-моему, дает ссылки и на Телеграм-канал в том числе. Поэтому либо под каждым видео есть это, либо вот так можете написать. Вот, ребята, если есть вопросы какие-то, то задавайте, я с огромным удовольствием отвечу. Нормальный человек, Данечка, да? Ну, смотри, когда начинаешь задыхаться на сухих днях, нужно смотреть на каком дне по счету, но получается такое, что на сухих днях у нас кровь, она немножечко густеет. Когда кровь густеет, то у нас она, естественно, циркулируется немножечко по-иному. И легким сложно работать, возможно, есть слизь. Возможно, ты болела недавно, возможно, в детстве болела. И когда у нас слизь остается неоткашленная, она может годами у нас там быть, поверьте. И у нас есть на легких такие как бы реснички. И когда мы вот эту слизь по какой-то причине не выкошлили, когда были, когда болели, да, а не выкошлить мы можем только в том случае, когда мы начинаем принимать какие-то препараты, когда мы начинаем лечиться. И у нас успокаивается, и естественным путем это не отхаркивается. И вот эта вот слизь, она, реснички, которые у нас на легких, она их слепливает. Слепливает, и в зависимости от того, как долго эта слизь была в тебе, там месяц, два, года, вот эти реснички здесь так и оставаются. И они, получается, уже не играют функцию очищения легких, как бы задержки вот этих вот, каких-то, то, что ты вдыхаешь, то, что ты подкашливаешь, то, что ты там еще что-то. Они уже не могут, как реснички на глазах, у нас тоже они защищают нас от какой-то пыли, от мошек там, которые там могут в глаз улететь, там еще что-то. И точно так же с нашими легкими. Вот. И когда на сухих днях начинает вот эта вот слизь, она начинает подниматься, перегорать. И нам ее хочется через какое-то время либо откашлить, либо нужно будет пробить легкие. Пробить легкие – это делайте ладошку, чтобы она была вот такая, чтобы здесь был вакуум. И вот этим вакуумом не здесь пробивать, а просите, чтобы кто-то ладошкой, ну, либо двумя ладошками, начал вот так вот пошлепывать вас. Вы ложитесь и немножечко голову, немножечко ниже, чем попу, и кто-то начинает вот этими вот ладошками с вакуумом вас немножечко прохлопывать. И вот эта слизь, она начинает отходить. И циркуляция легких, капилляры начинают работать по-иному, и вам становится легче дышать. сзади нужно теряю зубы до слава есть такое потому что когда мы мы же все хотим отрастить зубы да вот и у меня как раз был эфир про то что про что я говорила что и как я вижу зубы но у нас еще есть такое что прежде чем нам что-то вырастить новое у нас должно уйти старое и когда мы длительное ты слова длительное время бываешь на сухих днях то есть длительное время это все это я считаю который больше 20 это очень длительное время и у тебя идет перестройка перестройка всего организма перестройка всего днк вот эти вот клеточки когда у нас начинают меняться старые то как-то отмирают но я могу сказать вот например по волосам то есть у меня же очень сильно волосы выпадали я думаю что я вообще лысый стан у меня ногти сходили два раза и на руках и на ногах полностью у меня я понимаю что мне даже бывает иногда достаточно страшно потому что иногда я чувствую что у меня чешутся не десны а корни зубов и я понимаю что это тоже кость которая через какой-то процесс она должна как-то поменяться то есть нельзя что ты весь такой обдавленный будешь а зубы у тебя стали старыми я честно могу сказать что я не готова к этому процессу потому что я понимаю что не будет такого что я легла со старыми зубами там утром пошла чистить выплюнула и через минуту у меня все голливудская улыбка я прекрасно понимаю что они будут выпадывать по одному и потом они будут расти точно также по одному и это займет скорее всего но в лучшем случае наверное но больше нескольких месяцев к этому процессу я конечно пока не готова и как это откорректировать своем организме тоже пока не знаю но то что зубы на каком-то периоде они у нас подлечиваются это да но если мы выходим в длительный голод то у нас и зубы и ногти и волосы и кожи они начинают меняться и это неизбежный процесс если вы хотите просто подлечиться то конечно же несколько сухих дней в неделю вас сделают более здоровым человеком если вы хотите идти в другие процессы то вы должны быть готовыми вот к достаточно глобальным процессом которые будут происходить с вами от этого никуда нет я не вижу такого я не могу я не вижу того что вот вышли на автономные дни чтобы и волосы там был сохранились и ногти красивые там и кожа начала подтягиваться нет ребят кожа она я видела человеку у него просто начала гнить шея просто вот такие вот огромные гнойники это еще не фурункулы но уже больше чем гнойники бы и такой процесс тоже был человек очень часто в детстве болел ангиной у него такое пошло и шло у него это выходило два месяца это на том в том варианте что он не кушал на тот момент уже тоже несколько месяцев нет этого быстрого заживления и вы тоже должны как тоже мне говорят а что автономы же они не болеют тоже откуда такой миф вот смотрите автоном он становится более чистым внутри и на него наоборот вот каждого чих каждый вот этот вот я не знаю там какая-то гадость на него прилипает точно так же как на обычно то что он справляется по-иному это уже другой момент но если вы положите грязную тряпку в лужу вы практически не увидите что она стала еще там грязнее а если вы чистую тряпку положите в лужу вы сразу же увидите что она чистая точно так же человек который не ест может подхватить там какие-то сопли просто у него они выйдут например если у обычного человека там в течение недели то этого выйдут там за день за два точно так же он может чем-то там заболеть но не такими какими-то заболеваниями мог какой-нибудь простудой может но у него на вы может выйти там за пару часов то есть он отчихался и вышел но к нему точно так же все прилипает он не становится каким-то совсем иным человеком не ходит под вакуумом у него просто идут другие процессы они по-другому проходят раньше голодала на воде решила на сухую на второй день начала рвать желчью где-то 250 но это у меня что-то с клапаном желчь не спускается в кишечник мария мария но во-первых прежде чем на сухую голодать нужно обязательно прочистить желчные оттоки желчные чтобы у нас печень нужно почистить но печень почистить не в том смысле что ее как-то какими-то травами прочить еще что-то именно желчные токи у нас должна вот эта желчь которая заскорузлая она на сухих днях у нас вообще забьют эти каналы то есть она почему рвет желчи почему горечь во рту когда мы на сухих днях почему у нас происходят эти процессы очень неприятные почему сильно голова болит это от того что у нас с вами не прочищена печень и я как раз нескольких эфирах рассказывал как сделать как облегчить перед сухими днями что все у нас вот это вышло иначе это достаточно такие серьезные процессы и ребят бывает рвет до двух суток и это очень это очень страшно это очень больно даже так евгений полагаю сначала надо очистить организм голодовка с промывая два раза в неделю весь трак под соленой водой шампра кшелана легко проходит голодовка 18 28 40 43 суток ну возможно наверное каждому свое но мне соленая вода я один раз пробовала мне вообще никак не понравилось никак не зашла ничего не знаю может быть я как-то неправильно делаю наверно каждому свое и для всех нет единой системы нет единой схемы что ты вот это вот сделаешь и у тебя будет вот так есть всегда плюс минус то есть всегда есть вот ты можешь взять либо вот это вот либо вот это вот но рекомендации можно дать после того как с человеком вообще пообщаешься потому что мы же как правило приходим начинаем приходить к себе к сожалению после 30 а 30 лет мы что с организмом делали ну как правило ничего хорошего слава жду когда отвалится хотел пойти вырвать нет вырывать зубы нельзя я уже говорила когда мы вырываем зуб то когда он выпадывает неестественным путем у нас остается там в 10 дней такая выемка вот и мы когда его вырываем у нас и сна еще не подготовлена к тому чтобы чтобы там было пустое место и она начинает деформироваться когда десна деформируется если даже вы начнете отращивать новые зубы то у вас зуб станет неправильно зуб станет неправильно у вас будет деформация речи деформация речи деформация да вот этот информационные волны вибрации когда приводит когда у нас вибрация становится не та которой задана нам по днк наша днк начинает меняться не в ту сторону в которую нам нужно поэтому здесь целый процесс поэтому надо как-то если вы решили более или менее эти естественным путем к самому себе то позвольте это делать уже полностью то есть вы же не идете если у вас кровь густая вы же не идете ее откачивать сказать я пошел откачаю новое свежее чистое хорошая зальется нет все естественным путем да это нужно переждать мне очень приятно но вот так вот и сама говоришь в нос я ребят у меня голос так может быть у нас на у меня голос такой так евгений токарев подселенная вода смывает старую желчь из начала кишечника ну не знаю может быть совесть должна быть чиста тогда печень будет чище на сухие будет легко а где совесть живет я как бы не видела ее не встречалась не знаю может быть может быть вы правы свет вы так щепетильно то есть да я вообще петельно отношусь к зубам у меня есть такое я бы хотела ходить с красивыми зубами у меня это для меня важно соленость небольшая порядка полтора процента за счет космоса ну возможно я думаю что если кто-то заинтересуется такой чисткой он наверно найдет все способы как у нее правильно сделать мне просто вот соленая вода она не зашла поэтому я не могу сказать ничего ребят есть еще вопросы можно будет задавать отец да привет я рад тебя видеть свет у меня быстрые вопросы а спорт в жизни ну или физкультуры ну безусловно а как без этого то без этого вообще но особенно я могу сказать такое что если у тебя подходит то есть сон же он отваливается его на определенных этапах просто либо совсем нет либо совсем или минимальный и когда подходит более шести дней когда ты идешь без подспания то тебя начинает просто распирать этой энергии и тебе нужно ее куда-то все равно девать и в таких случаях уже прибегаешь не просто там каким-то кардио упражнением она на пятый на шестой день уже стараешься сходить в спортзал и вот с железом уже заниматься это и есть а так кардио кардио да каждый день но если куда-то не выезжаю если там нет ясно дальше проназать лично давай личная жизнь личная жизнь это личной жизни что потому что у всех личная жизнь это распределяется если молодой человек если муж что-то испытываешь как у вас проходит вот это но наверное для меня семья у меня есть сыновья потому что это ценно очень потому что люди думают что только могут одиночки перейти и практиковать или там жить в таком состоянии ну проще конечно начать практиковать в горах это безусловно но у меня не было такой возможности у меня дети у меня животные которым нужно каждый день готовить которые едят ну как минимум один раз в день вот поэтому но это на самом деле ерунда когда мы говорим что вот я не могу продержаться потому что мне нужно готовить когда есть понимание к чему ты идешь то тебе вообще без разницы что ты готовишь готовишь ли ты если запахи и дыли это уже никак не отражается ладушки спасибо взаимно а сейчас же подмосковье там стипа свет автономов приглашали вас или вы просто плохим соображением не пошли к ребятам ну во первых у меня ретрит начался сегодня я бы никак бы не смогла потому что это же заранее было все запланировано а во вторых я была на первом слете я думаю что наверное людям хотелось бы узнать каких-то разных людей я же не могу быть на каждом слете на первом слете я была мне очень понравилось было замечательно познакомилась с удивительными людьми мне конечно очень понравилось было здорово ну ладно там у нас есть засланцы так что они передадут и расскажут я тоже светик приветик как быстро восстановиться после болезни как просто восстановиться после болезни смотря после какой болезни я думаю что после болезни наверно проще остановиться это когда ты перестаешь гушать и пить на какой-то период а потом в промежутке наверное какую-то более-менее легкую пищу это нужно смотреть по желудку потому что сырая еда я могу сказать что не на каждом этапе и не всем подходит поэтому здесь тоже нужно очень аккуратно светлана много страданий от того что не могу открыто разговаривать с мамой какую сторону развернуть мысли как решиться всю жизнь всю жизнь затыкался от этого связь любовь с матерью на волоске на волоске наверное ну это же твои страдания что ты не можешь раскрыться перед мамой почему ты не можешь раскрыться перед мамой почему почему у тебя идут эти страхи тебе нужно задать этот вопрос себе что это что тебя останавливает почему ты хоть почему ты боишься мы же не можем перед кем-то раскрыться не потому что мы какие-то скромные да мы не можем перед кем-то раскрыться только лишь потому что мы боимся быть перед кем-то плохими нам хочется всегда быть хорошими и когда мы чувствуем что вот здесь вот мы не дотянем по нашим соображениям причем не по тому человеку перед каким мы хотим быть хорошим а по нашим соображениям если мы думаем что мы не дотягиваем до какого-то уровня который сами себе нарисовали то мы начинаем закрываться это важность самого себя это важность тебя играет перед самим собой то есть ты себя настолько поставил важным что ты должен быть только хорошим только вот таким вот замечательным только после этого я могу раскрыться перед мамой свою важность себя важность вот этой ситуации убирай становись собой и не бойся быть не таким как ты себе запланировал ты просто обычный и вообще маме не важно какой ты это ты себе придумал что-то и если даже мама тебе говорит там какие-то нелестные вещи нам иногда родители говорят это они же говорят не потому что они так действительно чувствуют а потому что они тоже скрываются скрываются за своей болью учитесь открываться чем больше вы будете открываться да первое время когда вы начинаете открываться возможно вы будете получать какие-то оплюхи ментальные возможно но тем не менее если вы научитесь быть собой вы научитесь открываться в любом состоянии тогда вам будет приятно быть собой и тогда люди начнут открываться перед вами потому что одеваем мы маски только тогда когда мы видим другого в маске если мы видим открытого человека нам все равно рано или поздно захочется перед ним расслабиться захочется быть с ним таким какой мы есть и это самое великолепное чувство осознать для чего болезнь была дана богом бог лечит знаниями от незнания невежества ну да я уже наверное говорила не раз что любая болезнь это философия нашей жизни познаешь философию своей жизни начинаешь понимать для чего тебе эта болезнь что она тебе дает потому что каждое заболевание тебе дает какие-либо плюшки и когда ты их начинаешь четко осознавать тогда ты уже начинаешь регулировать а нужны тебе эти бонусы либо не нужны если нужны то можешь ли ты их чем-то другим заменить необязательно этим заболеванием и тогда начинаешь тогда уже вкладывать те процессы самопонимания и в том числе в свое заболевание благодарю всем привет можно я тут на вопрос отвечу может быть такое может быть это не для всех вот вопрос ник задает такое возможно я хочу просто спросить просто у тебя не получается и ты сейчас хочешь чтобы тебе сказали что нет не у всех и ты успокоишься может быть ты это хочешь услышать а зачем тебе это надо у себя спроси а не у кого-то другого на какой вопрос просто не все же видят вопросы тогда вопрос озвучно какой ты отвечаешь ну я говорю может быть это не для всех возможно ну не есть там не спать ну с собой бороться там задать все функции то что я могу не есть а никто не говорит что это для всех у нас у всех есть две ноги но мы же не стали чемпионами по бегу и спокойно с этим живем нет ну тут знаешь мне кажется такой какой-то подвох в плане ну для себя что вот мне не получается ответьте мне может быть не для всех я тогда успокоюсь и все а мне кажется это какая-то такая позиция ну типа сдаться и все типа мне сейчас скажут что не для всех а я успокоюсь вот я вхожу это число а может быть неправда нет ответа на этот вопрос тренируйся и иди куда-то дальше и пробуй ты можешь сейчас запрограммировать как угодно сейчас запрограммируем у тебя что это не для всех и ты расслабишься и все и не будешь никогда мочь это делать нет это для всех возможно я бы тебе так ответила для всех возможно тренируйся все каждый человек перед тем как задать вопрос он уже знает ответ ему просто нужно направление хочет он этот ответ принять или нет и примет он этот ответ либо не принят этот не примет это тоже его проживание просто к его проживанию нужно отнестись на с уважением если даже он себя запрограммировать на то что он не может на данном этапе если это его он вернется к этому просто ему нужно значит пройти значит не наступило время чтобы бороться зачем бороться зачем идти к тому что ты чувствуешь что вот тебе на данный момент это тяжело дается чтобы что нет бороться не надо я просто надо как бы идти пробовать дальше делать ну все я не думаю что надо сейчас сдаться сложить лапки потому что тут нам сказали мне сказали что не для всех и все ну хотя если да ты я согласна что если эта позиция сейчас близка и хочется сложить лапки и сидеть сказать ну да я вот не могу тогда может быть надо переждать время а потом будут новые силы ну это либо надо либо нет нет такого что для всех что-то для всех единое мы же все разные поэтому ничего страшного кто-то идет одним путем кто-то другим путем если бы мы все шли в одну точку чтобы с нами было даже можно так сказать что просто у тебя может быть путь другой и все подбери какой-то другой путь и все поищи не каждый может раскрыться только потому что каждый не может раскрыться и поэтому раскрыться может только лишь тот кто сможет раскрыться евгений ты чудо раскрывайся да ребят есть еще вопросы какие-то или мы попросим нашего шамана чтобы он нам сыграл да кто-то хочет сказать микрофончик включили да да по поводу вот раскрыться и вот по поводу того же скажем так жадного интереса к знаниям это же если правильно словами сказать это просто выжить вопрос выживания и тут все прекрасно понимают почему себя зачислить в число могуществ ну могущих и немогущих это просто зачислить себя в число выживающих или не выживающих вот семьдесят два первая половина круга лет заканчивается и до ста сорока четырех идет вторая половина и вот вторая половина как раз и проверочная как ты вел себя в первой половине и тут вполне понятно когда люди так немножко нервно это воспринимают на первых этапах но когда говоришь не открыться не мне кажется вот просто терминологии сменить если то тогда все честнее и понятнее и как бы там уже сам решаешь уже даже не решаешь когда все честно сказано выбора нет там ясно что делать однознать однозначное действие что да могу главное пробовать ну и тут просто другой взгляд на ту же на тот же цилиндр с одной стороны он квадрат с другой круг а в итоге это цилиндр вот поэтому тут как бы вот на вопрос предыдущего такое есть для себя ответ поскольку вопрос действительно важны там называемся красивыми словами открыться или еще как-то а на самом деле просто выжить поэтому очень благодарен за прояснение вообще путей развития благодарен цвета ты светишь прям реально спасибо да мнение по поводу таких все обтекают какие-то жесткие ну скажем так формулировки там религиозные или еще какие-то жесткие я тоже стараюсь обтекать но иногда проще сказать ну ну сказать в таких в хороших формулировках в красивых в приятных образах но в то же время да назвать это то что ты сможешь перейти это шанс выжить есть конечно долгожители кто это разное и не автономы что-то ели ну там понять как все устроено успеть и действовать в этом ключе вот вот это вот уже решает каждый и тут то что мы делимся друг с другом это такой дар вообще это потому что один узнает одно другое другое при совмещении получается чудо вот и я там вопрос написал напечатал в чате но куда-то он исчез по поводу дыхательных упражнений каких-то хотел узнать ну я уже отвечала по поводу дыхательных упражнений я их специально не делаю дыхательные упражнения но я очень много катаюсь на велосипеде мне кажется это самая естественная дыхательная практика кто бегает кто ходит кто занимается какими нибудь кардио нагрузками это естественно дыхательная практика если у кого-то есть возможность постоянно плавать мне кажется это вообще замечательно вот так специально нет не занимаюсь мне как-то это не заходит на данном этапе а пробовала ну какие то вообще просто пробовала максимум у меня два дня никакой системы и так неинтересно нет не мое ясно а по физическим что то вот такая физическая активность еще если вот так коротко ну я могу сказать что если я перед тем как вообще вообще эти процессы начались я уже говорила что то мне было сложно дойти даже до туалета я задыхалась то конечно на фоне этого я себя чувствую прямо олимпийским чемпионом ясно ну никаких пробежек там каких-то скажем так получасов я рекорды не ставлю нет у меня нет такого чтобы я говорила вам что вот я как только вышла на автономию я могу балтийское море пока вы спите 33 раза переплыть а после этого еще слетать на луну там поиграть в футбол и вернуться у меня такого нет я в принципе я достаточно обычный человек я у меня не было я не перестала есть и пить у меня не было такого что я бегала по несколько километров там или я там хмс там мастер спорта и еще что то нет я всегда занималась спортом просто потому что я всегда им занималась но занималась свое удовольствие вот поэтому у меня и сейчас такой же процесс я занимаюсь я имел ввиду именно как обычные люди у всех сейчас эти часики и там шагомер минимум 3000 шагов в день вот такие штуки никаких подвигов просто скажем как чистить и зубы также мышцы про это прокачать у меня в плане спорта подвигов нет не подвиги не нужны 3000 шагов это в день так ну не каждый ходит конечно нет я хожу очень много то что по поводу ходьбы да я хожу много ходьба это уже очень хорошо ходьба и дыхание все это запускает движение благодарю да я тоже хотел поблагодарить для меня сегодняшний эфир был еще одно напоминание про то как я ожидаю и потом разочаровываюсь и про то как я выпадаю из момента и уже я где-то там впереди в каких-то своих иллюзиях вместо того чтобы проживать то что со мной происходит прямо сейчас и вот это проживать по полной пусть это будут процессы не очень приятные но это мои процессы которые происходят во мне результате того что я прожил ранее как я вот жил так я вот сейчас типа пожинаю и если я буду убегать от этого ожидать каких-то иллюзий там а потом разочаровываться что вот месяц не очень хорошо а я ожидал что я буду летать и для меня вот сегодняшняя сегодняшний эфир так ценен еще хотел пожелать тебе чтобы ты продолжала светить нам несмотря на всякие там комментарии негативные я уверенных там много ты на них не смотри а смотри на тех кто тебя любит ценит уважает и ждет для нас всегда мы тебя любим и ценит все пока благодарю спасибо всем всего доброго до до свидания спасибо до свидания